Всем привет! Это программа LiveJournal Live. Меня зовут Yellow Reporter в живом журнале. Сегодня вы узнаете, чем блогеры возмущаются в уютном блоге президента России. Куда доедет на ладе к олене Владимир Путин и кто и чем собирается облить Татьяну Толстую? Разумеется, блогеры сегодня празднуют победу. Химкинский лес вырубать не будут. Этой новости только за сегодня посвящено более 2000 записей. Официальные СМИ отреагировали скромнее. Всего чуть более 900 сюжетов. Но с другой стороны и блогеров самих больше. За 3 миллиона пользователей в одном только живом журнале. И только в русскоязычном сегменте. Один из этих пользователей Дмитрий Анатольевич Медведев. И именно в своем блоге он рассказал своим читателям, а их больше 14 тысяч, о том, что строительство дороги через Химкинский лес будет приостановлено. Запись собрала всего 123 комментария, но я напомню, что блог Дмитрия Медведева премодерируемый. Не каждый может оставить в нем свое сообщение. Однако те блогеры, которые дорвались, хвалить президента не стали. Я процитирую несколько их комментариев. Ну и слава богу, хоть я и атеист, вот так бы всегда слушали чуть-чуть народ. То есть вы только Единую Россию услышали, спрашивает другой блогер. Странно. Движение за Химкинский лес громко пыталось до вас достучаться, а их ОМОН скручивал и в автобусы заталкивал. Следующий блогер возмущается. Дмитрий Анатольевич, зачем было доводить ситуацию до критической? Неужели нельзя раньше было принять это решение? И в конце концов кто-то ему заявляет, Дмитрий Анатольевич, не поддавайтесь на провокации истеричных провокаторов. Нам уже давно нужна нормальная дорога до Петербурга. И преступление здесь не в вырубке леса, а в том, что она, дорога, до сих пор не построена. А пользователь Барабанч считает, что власть наконец-то себя повела нормально. Это я цитирую его блог. Так, как и она должна была себя повести. И если бы еще не это идиотское обращение Единой России, говорит Барабанч, совсем нормально, ну без издержек не получается. И мне кажется, продолжает дальше Барабанч, что очень важно приучить эту власть к тому, что нужно отвечать на запросы общества. Это не уступка, это нормально, считает Илья. И у нас на связи по скайпу сам пользователь Барабанч. В офлайне вы его знаете как заместителя главного редактора журнала The New Times. Илья Барабанов. Илья. Да. Илья, привет, ты здесь? Как ты сделал? Да, добрый день, Сереж. Да, Илья, привет. Расскажи, во-первых, я тебя хочу поздравить с твоей этой невероятной премией. Я сейчас объясню немножко зрителям, что Илья недавно получил какую-то крупную международную премию за журналистику. В общем, Илья, мы тебя все поздравляем. Спасибо большое. А тебя я хочу спросить, расскажи, как ты сам воспринял это сообщение о том, что Химкинский лес вырубать не собираются? Ну, на самом деле, на мой взгляд, это было вполне ожидаемое решение, просто надо было принять значительно раньше, до того, как лес был вырублен. И слава богу, что оно принято сейчас, когда дорога еще не положена и лес не заасфальтировали. Илья, скажи, пожалуйста, ты считаешь, что это прям протесты помогли? Я думаю, несомненно, что протесты сыграли самую важную роль. Мы помним митинг воскресный на Пушкинской площади с участием Шевчука и его песню вместе с Буна на концерте в Лужниках. Я думаю, это был такой момент, когда ситуация перевомилась. Власть поняла, что протест набирает какую-то критическую массу и надо начинать договариваться. Илья, скажи, пожалуйста, как ты думаешь, если бы не было Шевчука, был бы вообще такой резонанс? Очень сложно сказать, потому что борьба за химпинский лес шла не один год. В этой борьбе есть и погибшие, и раненые, и те, кто потерял здоровье. Просто эта волна потихонечку набирала обороты, людей становилось все больше и больше, как присоединялись деятели культуры и разного рода политики. Не знаю, если бы не пришел Шевчук, такая знаковая фигура, уважаемая всеми, человек, который может объединить самых разных людей, вне зависимости от их политических убеждений, получилось бы проломить ситуацию, продавить ее. Очень сложно сказать. Но хорошо, что Шевчук присоединился, и все заканчивается так, как заканчивается сейчас. Илья, а ты не считаешь, что это какая-то предвыборная кампания начинается у нас, или уже идет вовсю? Я считаю, что она, конечно, уже давным-давно идет. Достаточно обратить внимание на последние шаги премьера Путина, который то за китами охотится, то еще, то самолета пожары тушит. Такие очевидные пиар-шаги. У президента Медведева свои возможности пиариться. И мне кажется, что пиар за счет того, что прекращается вырубка леса, он значительно там какой-то более правильный, чем когда премьера в рабочее время летает на самолетах и извлекается тушением пожаров. Илья, и у меня к тебе, собственно, последний вопрос. Скажи, пожалуйста, ты в блогах о прокремлевской молодежи встречал какую-то реакцию на это событие? То есть, как они сами оценивают? Они же вроде так защищали всю эту трассу, что надо без нее не прожить. Так хаяли Шевчука. И вот сейчас, в общем, все рухнуло. Вы знаете, что в Единой России, что прокремлевские молодежки оказались уже давным-давно в очень глупой ситуации. Они атаковали зачем-то добровольцев, которые тушили пожары. Наезжали на доктора Лизу Елизавету Глинку. Отстаивали правильность вырубки Химкинского леса. А теперь они пытаются приписать эту заслугу себе. Смотрится это довольно безумно и беспомощно. Илья, спасибо тебе огромное. С нами был Илья Барабанов. В ЖЖ вы можете его читать под ником Барабанч. Это он рассказывал о том, как и почему произошла такая ситуация с Химкинским лесом. И как на это реагировали другие блогеры. Сообщники Руавто не обошли своим вниманием политическо-автомобильную новость. Владимир Путин сел за руль желтой машины «Лада Калина» и покатил из Хабаровска в Читу. Но пользователи Путину не верят и вовсю над ним стебутся. Вот что они говорят. Реально, дороги там нет. Говорю, как местный житель. У Калины колеса отвалятся. Другой блогер говорит, да нормальная тачка, сам премьер одобрил, но цвет пускай будет нормальный, молодежный. Кроме того, всех комментаторов интересует тот вопрос, что где же Владимир Путин будет ночевать во время своей нелегкой поездки. А кроме того, всех еще и насмешила фраза «Лада Калина стремительно двинулась в путь». Ну и стоит отметить, что Владимир Путин взял с собой в дорогу компакт-диск группы «Чаев». В то время, как несколько дней назад прокремлевская молодежь из молодой гвардии опубликовала у себя на сайте статью, где сравнила шахрина, лидера группы «Чаев», с престарелой шлюхой и клоуном. Реакция пользователя статьи была, в общем-то, единодушной. Какая мерзость! Ну, тут нужно сказать, что действительно, как сказал уже ранее Илья Барабанч, что вся прокремлевская движуха молодая, они как-то оказались в какой-то двусмысленной ситуации. То они там ругали Шевчука, то выступали за Химкинский лес, а теперь вот получается, что все опять-таки все не так. Нужно заново менять свою позицию вроде бы. Ну и в конце, пожалуй, самый безумный скандал этой недели. Бекки Шарп никак не унимается. После Татьяны Толстой под прицел светской обозревательницы Бажена Рынской, Бекки Шарп, попала известная тележурналист и ведущая Ольга Бакушинская. В блоге она процитировала комментарии своего френда о том, что Бажена Рынска вроде как Женя Курицына на самом деле. И началось. Бакушинской раздался неожиданный звонок. Я процитирую. Алло, это Ольга? Да, я адвокат Бажены Рынской. У вас в блоге содержится информация, порочащая ее честь и достоинство. Ее фамилия не Курицына, и тому имеются все доказательства. Я говорю, позвольте, это я порочу? Это коммент в моем блоге. Но вы его разместили. Но это не мой текст. Ко мне какие претензии? Но в вашем блоге это могут прочесть. Вы распространяете эту информацию. Вы не могли бы убрать этот коммент? И даже это не конец. Пока адвокаты Бекки Шарп связываются с многочисленными блогерами и официально их предупреждают, что Курицына – это не фамилия Бажены, сама Бекки Шарп творит страшные вещи. Сегодня Татьяна Толстая, Танянт, в ЖЖ вывесила скриншот записи, что Бекки Шарп угрожает облить ее дерьмом. Жуткое совершенно дело. Самой записи не сохранилось, так как, судя по всему, Бажена ее быстро потерла. Но она сохранилась в кэше Яндекса. Я процитирую. Значит, что говорят друзья. Они предлагают дать мне двух охранников на короткое время, чтобы я при охранниках облила толстую дерьмом, сфотографировала это и вывесила в ЖЖ с пометкой «За ложь и инициированную травлю». И так будет с каждым. Это я процитировал. Сама Татьяна Толстая прокомментировала запись весьма лаконично. После слова «травлю» запятую забыла. На этом у нас самые интересные новости за сегодня закончились. Следующие новости будут в понедельник. Оставайтесь с нами, смотрите нас. Я Елу Репортер. Субтитры создавал DimaTorzok